Не, наверное, я правильно еду по Кланы. Так. Ну, не веем. Ну, еще когда ожидаешь, когда его оба-друга? Просто там такая дорога была разбита, мне что показалось, что я никуда въехала. Наверно, правильно. Здесь сейчас будет центр Хэнковый по левой строне. Так, да, пойдем, может быть. Ну, стация МОБА видишь? М? Есть там стация МОБА. А, да-да-да, вижу. А что, Рама? И вот нам сюда надо, наверно, да? А, нет, я ошиблась. Ну, ладно, уже. А там никого нету? Уже прошу. Вот сюда мне надо. Вот теперь я не ошиблась. Первый раз немножечко попутала поворот. И теперь надо подумать, где мне так стать выгодно, чтобы тебе было выгодно. Так, давайте тут куда-нибудь сюда, наверное. О, тут можно... А, нет, там нельзя. Ладно, надо найти парковочное место. Так, ребята, приехали мы в этот центр хэндловый. Смотрю, что здесь в основном одни спортивные магазины. Дичман есть, обувный магазин. Ца-ца-цэ. Ладно, пойдем смотреть. Может, есть какие-то другие. Если что, поедем дальше. Называется Станция Млава. Так он выглядит. Я в своих новых очках. Окулярах. Надеюсь, что я что-то найду. Потому что я не хочу целую неделю потратить на поиски одежды. Может, мне так одеться. И в кедах пойти. У меня как раз есть конверсы. Шучу, конечно. Хотя в каждой шутке есть доля правды. Видели, какой насистник? Простите за выражение. За 80 злотых. Что, зря. Музыка играет, ничего не поснимаешь. Но мне, в принципе, здесь ничего и не подходит по стилю. Пойдем искать другие магазинчики. Кстати, очень много различных скидок. И это что у нас забыла, как магазин называется? Хаус, по-моему. Здесь такие достаточно приемлемые цены. Можно что-то себе на повседневную одежду. Одежду. Да, хаус. Повседневную одежду. Можно что-то выбрать. Тоже мужское. Ой, пойду дальше. В общем, ребята все более спортивные. В основном все спортивные такие магазины, повседневная одежда. Но совсем не тот формат, который я ищу. Поэтому я сейчас пойду еще в ту сторону пройдусь. И, наверное, поедем мы в другое место. Хотя здесь можно вернуться именно в обувный магазин. Я там посмотрела. Есть обычные нюдовые туфельки. Правда, я еще в ЦЦЦ не заходила. Так что, возможно, еще вернусь. В Росмане пару штучек увидела, которые мне нужны будут. А так все остальное... Ну, это не то, что я ищу. Мне нужна все-таки такая более праздничная одежда. А, не повседневная. Вот это что такое? А, это мужские рубашки. Тут, милаш, можно рубашку посмотреть. Тут у нас еще какой-то бетон. Не знаю, что это тоже мужской какой-то. Ага, ну тут тоже мило, что можно посмотреть рубашку. Медиаэксперт нам не нужен. И там у нас все спортивное. Короче, надо ехать в другое место. Возвращаюсь в машину. Ой, ребята, что-то совсем все тяжело и печально. Приехала в центр. Ну, в центр города, можно так сказать. Лаву. Хочу здесь походить по отдельно стоящим магазинам. Может, так что-то найду. Потому что, ну, вообще и близко нет того, что могло бы мне подойти. Вот какие-то тут костюмчики, пиджаки, платьица. Пойдем посмотрим. В общем, ребята, что-то какая-то я расстроена. Милаш попросил купить ему кебаб. Сижу, жду. Расстроена я из-за того, что куча магазинов продается вообще не пойми что. Не знаешь, куда пойти и где найти то, что тебе нужно. Все какое-то наляпистое, куча всяких цветочков, каких-то блестяшек, пайеток. Ой, как это тяжело. А то, что однотонное, оно все такое повседневное, ну, такое более спортивного какого-то плана, стиль боха, можно так сказать. И то сложно это назвать стилем боха. Вообще через дорогу нельзя ходить с телефоном. Я не знаю, я там пройду, с той стороны к Милашу. Хочу с другой стороны обойти. Плохо, когда не знаешь, куда ты можешь поехать за конкретными вещами. Вот какой-то магазин мода и стиль. Ну, я сейчас кебаб отнесу, потом назад буду идти, зайду. Может, здесь что-то найду. Зашла в один магазин, говорю, хочу что-то более такое спокойное, в бежевом цвете. Девушка говорит, ага, ага. И начинает мне показывать все, что, я не знаю, там, такое наляпистое, цветастое, прям вырви глаз. Я говорю, не-не-не, ну, типа, такое мне не пойдет. Ну, понятно, что просто продавцу надо продать, и она уже из того ассортимента, который есть у нее, она мне тыкает все подряд. На самом деле, ну, как бы, ну, зачем оно мне? Ну, оно вообще, как бы, не то пальто, скажем так. Так, это я, получается, через двор сейчас выйду. Говорю ей, бежевый цвет хочу, она мне показывает какой-то малиновый. Говорит, оно так красиво сидит. Я согласна, что оно, возможно, красиво сидит, и, возможно, красивая модель. Но то, что цвет у него, извините меня, вырви глаз. Короче, весело. Ничего, найду что-нибудь. Ну, брехня, ну что, вообще одежду себе не найду. Еще у меня проблема в том, что я очень сильно поправилась. Меня это бесит, ужасно раздражает, но я ничего не могу с этим сделать. Ой, как раз в машине вышло вообще отлично. Я не могу похудеть, хоть и тресну. Не знаю, прям надо на очень жесткую диету садиться, походу. Потому что я не знаю, что мне делать. Я вроде бы и работаю физически достаточно очень много. Но, тем не менее, я не худею. Коханый! Милаш! Коханый! Я тебе еды принесла. Дай спокуй. Я тебе еды принесла. Я бы страшил, я в куды. Так. Ой, Милаш, там варки на тюрьме. А ты услышал только Милаш? Да. Я кричала, коханый! Милаш! Да нет. А Милаш! Так вот, куды. Испугался? Милаш, я не могу забраться. Я не могу забраться. Я не могу забраться. Я иду и везде слышу, ну, родной, так скажем, разговор. И это, естественно, ну, возможно, это мне кидается так сильно в уши на слух. Возможно так. Ну, мне все равно кажется, представьте, так вот, живет человек, да, в своей стране, не важно, что это там, Польша, Германия. И тут он оказывается в такой ситуации, когда куча людей приехала с другой страны и разговаривает на другом языке, и ты это везде слышишь. Ну, а мне еще это так немножко дико. Во-первых, мы живем в маленьком городе, где у нас не так уж и много украинцев, хотя тоже предостаточно. Мы живем не в городе. Мы живем в селе. Мы одичавшие, особенно я, мы редко где бываем. Я настолько одичавшая, что я даже уже по магазинам нормально не могу ходить. Я не понимаю, как мне эти вещи выбрать. Ладушки, немножко выговорилась. Каждый помчет Станислава, потому что знам его достаточно хорошо. И я думаю, что он тоже борется не только для себя, но и для других людей. Так что отдай мне немного Станислава. Спасибо, что вы приехали, что вы приехали, что вы приехали на этот вопрос. Я могу обещать, что недавно в этом Плоке я пригласил, под этим новым саджиком. Это было новым садом. Таким там и это выгодовано, выцедовано. Я там уже бывален несколько раз и это видно, что нужно вычислить невероятно. Который сад, следующая сада, где дети не есть на первом месте, только добро какой-то случайной, добро так называемой матки. Там суд находится, там где нам дали добро на шлюп. Так, пришла сюда, здесь вообще что-то непонятное. Думаю, может, что вообще старое объявление, что здесь какой-то... Ага, там рынок есть. Старое какое-то объявление, что здесь магазинчики есть. Ой, ребята, мода мужская. Хожу, круги нарезаю. То дым-сю дым, то дым-сю дым. Ой, тяжело, тяжело мне. Девчонки, как вы любите шоппинг? Я не знаю. Для меня это просто какая-то каторга, просто. Я уже... сил у меня нет. Я перемерила платьев, наверное, 10. И я реально уже всё. Я уже хочу домой. Мне уже не хочется выбирать ничего. Одна спортивная одежда. Первый свадебный магазин, который я увидела. Я так и не знаю, в Жеромине есть вообще свадебные магазины или нет. Ой, ну что тут у нас? Где платьица попрятали и костюмчики красивые? Интересно, сколько свадебное платье сейчас стоит? Ой. Девчонки, это только Оля так может. Ходила, ныла, ныла, что ничего не подходит, ничего мне не нравится. В оконцовке я зашла в вот этот магазин, где табличка стоит. Гарнитуры, маринарки, плащи. А, кстати, а вот тут, наверное, можно рубашку купить. Милошу. Вот, надо зайти посмотреть. В общем, я себе купила два комплекта одежды. Один комплект у меня с платьем, а другой у меня брючный костюм. Короче, я вообще ударю. Теперь я даже могу подумать, что лучше мне одеть. Пойду рубашку посмотрю Милошу. Посмотрела рубашку. Что-то мне вообще как бы не понравилось. Ни цена, ни качество. И у них рубашки вообще обмену не подлежат. Рубашку я могу и в журоме, Милошу посмотреть. В общем, я купила два этих комплекта. Практически так, как я мерила одно платье. Мне еще и скидку сделали. Десять злотых. Я довольна. Осталось только мне купить какие-то туфельки. Но я, наверное, здесь не буду по магазинам ходить искать туфли, потому что у них такое все однотипное в основном. Я, наверное, мы сейчас поедем туда к центру Хендловому. Я там посмотрю. В ЦЦЦ. Так. Переходим. Ребята, вы извините, если я вас сильно отрушу, но просто с телефоном нельзя ходить через переход. Поэтому я его максимально стараюсь куда-нибудь убрать. А что это? Обувный магазин. Пойду я зайду, посмотрю. Какие-то скидки. Тут скидки. Ой. Оля сегодня шопится. Оля. Обувный носок. Lotus Square. Ну вот такая шось, ни о чем Кстати, я хотела сказать за брючной костюм Я купила, получается, брючки и пиджак Заплатила 260 злотых А до этого я в топ-секрете мерила Один пиджак 299 злотых И причем он сидел паршиво Качество у него тоже ужасное Там такие строчки ужасные Ну то есть Иногда полезно походить по таким магазинам Отдельно стоящим Потому что реально качество Того комплекта, который я взяла Отличное, просто отличное Ой, слава богу, мне в одежду уже не надо Кстати, я пить хочу Надо, наверное, в жабку зайти Купить водички Вот сколько тут стоит пиджак Столько ценников Пиджачок 399, ребята Это он еще со скидкой Так что в таких магазинах не всегда все найдешь Что ищешь Станчик поехал Синенький Такой тихуткий Блин, неудобно Приблизить камеру Иду пакетом Телепаю Довольная Паня мне положила в такой большой пакет Потому что она говорит Ну как бы вещей много 4 вещи Плюс трепеля Говорит, что это Бумажные пакеты Рвутся А вообще Я не знаю Не буду как бы зарекаться Во всей Это больше не во всей Но Переходят Именно на бумажные пакеты Даже в таких маленьких Магазинчиках В которых я купила одежду себе Не могу передать вам Своей радости Насколько я счастлива Тому, что Я это купила Я это сделала Все Отмучилась Так Переходим в дорогу Не люблю я долго ходить А уж тем более Я не люблю много мерять Я в один магазин зашла Так, чтобы не соврать Но я очень много перемерила Платье в 10 Так уж точно перемерила И у меня уже просто Мне и жарко И душно И голова не соображает Вроде как неплохо Но нет такого эффекта Вау И получается, что Ты уже начинаешь задумываться Над тем, что Там может и такое сойдет Там может и так пойдет А по факту Я не скажу, что я прям Супер довольна И мне все нравится По факту мне как бы И не очень нравились Те платья Одно платье Оно такое было С воротничком С английским Здесь вот так вот Сделано красивенько Как на запах Такая юбка идет Солнциклёж Поясочек Вроде как все нормально Рукав такой Длинненький достаточно Вроде как все нормально Как бы можно носить Но дело в том, что Там такой материал Жаркий Ну реально Очень жаркий Думаю Ну я его Одену Неизвестно Какая будет погода Мы пока до ужонда Приедем Я вся мокрая Буду в нем Потому что Оно еще и синтетика Вдобавок Поэтому Знаете Ж хочется Чтоб оно и комфортно было А не так Что ты приедешь С красной рожей Смотрите Какой дом красивый Красота Тут в парке Писанки Зайчики Кролики Пасхальные Люди гуляют Отдыхают Ой отлично Я довольна Сейчас поедем Туда В центру Хендловому Я куплю себе Плойку Наверное Чтобы Накрутить Локоны Потом Что еще нужно Милошу нужны Коричневые носки Рубашка Кстати Я так и не поняла Милош заказал Или не заказал Украшения Для машины Надо сейчас Прийти в машину Не забыть Ему напомнить Потому что Осталась уже В принципе Можно сказать Неделя Ой какой ветер Сильный Ребята Отключаюсь Я в этом магазине Перемерила Платьев Десять Вот Вот это платье За которое я говорила Мне кажется Оно жарко Только я по-моему Мерила рукав Покороче был Или я уже забыла Короче Неважно Оно более Такое Офисный вариант Как по мне Но никак Не Для свадьбы Я понимаю Что мы Как бы Не планируем Там Одеваться Так Прям Очень сильно Празднично Просто Красивенько Оденемся Не будет у меня Свадебного платья И все остальное Но тем не менее Хочется Чтоб это Выглядело Тоже Симпатично Красиво А не так Будто Мы пришли На работу Ужон Мне нравится Моё платьице И я уверена Что я его буду Носить В дальнейшем Это самое главное А костюм Так вообще Я в него Влюбилась Честно Он яркий И летом Я его буду Носить Просто он Такого плана Что его можно Носить Как с кроссовками Так и с каблучком С чем угодно Короче Короче Коричие Довольно Уже десятый раз Иду В Росман За плойкой С ней какие-то Траблы С этой плойкой Цена на неё 44,99 А когда её пробивают Она пробивается За 79,99 Это их уже переставили Потому что я Сказала Ой Блин Нет Только не эту Заклеена Короче Восьмой Её за 80 Вот А что делать Фух Что-то я Вымоталась Я реально Устала Купила себе Тапки Сейчас в машину Сяду Переобуюсь Потому что Я не знаю Что с кроссовками У меня ужасно Болят пальцы Такое ощущение Как будто Они у меня Вот так В кулачок Сжатые Фух День пролетел Незаметно Но уже Едем домой Сейчас Ой Совсем Став в бедре Хотела Мало им взять Печёнку Сделать котлеты Ну Морковка Есть Ого По 4,49 Буквально Недавно Была 2,49 Ой Господи Что Что У них Вообще Холодильники Пустые Все Пусто А Но Сегодня Первый Рабочий День После Праздников Один торт Метанковый Кстати Он 18,99 Если Не Ощущая Я Покупала За 10 Злоток Когда-то Ну Короче Печёнки Куриные Нет Все Едем Домой Коты Будут На Вискосе Кстати Надо Купить Им Пачку Вискоса Да Уж Тут Простяще Место Такое Проходное Все Очень Быстро Разбирают Не Купила Я Ничего В Бедрёнке Иду В Машину На Кассе Один Кассир Сидит На Кассе Само Обслуживание Там Целая Колейка Целая Пробка Еще Там Что-то Случилось Никого Не Могут Дозваться Чтобы Там Скосували Короче Мы Все Равно Будем Ехать Мимо Жеромина Так Что Я В Жероме Не зайду У меня Реально Уже Просто Нет Сил У меня Все Болит Ноги Руки Но Я Довольна Я В принципе Все Купила Только Милошу Рубашку Не Взяла Потому Что Здесь Какие-то Рубашки Такие Страшные Ну Не Знаю Как Самые Примитивные И Она Даже Не Катоновая А С Полиэстром С С С С С С С С Рубашки Стоит 200 300 Злотых Ну Как бы Я считаю Что Для обычной Классической Белой Рубашки 200 И 300 Злотых Это Дорого Ей Красная Цена 100 Злотых Максимум А Можно Вообще Найти Катоновую Классную Рубашку И Намного Дешевле Фух Поезд Приехал Ой Какой Красивый Закат Там Солнышко Садится Тут Бабам Пахнет Я Хочу До Дому Все Ребята Пуханый Файки Палишь Файки Палишь Все Едем Домой Заехали Заправиться Я уже забыла Как газом Заправляться Абула Тапочки Потому что Ноги Болят Ужас Просто В топулечках Конечно Покомфортнее Хорошо Что я их Купила Камни Там Третье Фух Машинки Моют Ребятушки В общем Мы Как вы можете Видеть Уже Дома Я смываю Косметику Сейчас Нанесу Кремушек Время Уже Почти 11 часов Я Иду Спать У меня Просто Нет сил Я Очень Сильно Вымоталась Шопингом Милос Милос Тоже Очень Сильно Вымотался Тем Что Меня Ждал Сидел При этом Дожидался Говорит Я Больше С тобой Не Поеду Но Это Как Всегда Сейчас Горячо Не Поеду А потом Скажет Алеша Я С тобой Поеду Все Будем Отдыхать Я Очень Хочу Спать Ну Во-первых Я Вчера Как бы Лягла Поздно Спать Ран Ран Подъем Ран Ран Рен Уже Не Соображает Глава Котики Мои Соскучились Все Всем Спокойной Тихой Мирной Ночи Всем Папа Бузячки И до Новых Встреч На Моем Канале Не Забывайте Ставить Лайки Подписываться На Мой Канал Как Всегда С Любовью И Уважением Ваша Ольга Ставицкая Все Папа Бузячки